Я иногда, знаешь, просыпаюсь с утра и чувствую, как обо мне думает большое количество человек. Нормально слышно меня? Ну что, челядь? Риндыч, ты с***ал, ты можешь видосы чаще выпускать, понимаешь? Мне, мне нечего стримить, мне приходится смотреть всякую х***ю. Я требую, нет, я принуждаю, чтобы видосы выходили чаще. Для многих это поворотное, может быть, событие, фотография со мной. Мне надо соответствовать этой регалии. Чувствую в этом миссионерство. Возрадуйтесь жить в одну эпоху сна. Я знаю, что такое миссионерство только из того, что это поза, б***ь. Это все, что я знаю, б***ь, про миссионерство, если честно, чуваки. Я все равно Мартин Иден. Многое беру от Мухаммеда Али. И комплекс наполеоновский точно у меня присутствует. Он у всех великих людей был. Б***ь, а чё он такой реально ЧСВ, б***ь? Это п***ц какой-то. Б***ь, не знаю, меня отпугивают медийные люди с огромным ЧСВ. Как я, я, что ЧСВ? Я что, б***ь, говорю, я самый п***датый? Ну да. Ладно. Никита. Да. Ну так это ж факты, б***ь. Это ж не значит, что я ЧСВ. Та-та. Смуст вон-то где задержали, я в ахуе. Господа, сегодня у нас, пожалуй, самый ЧСВ-шный человек из когда-либо залетавших на обзор Эвер. Вот я вот когда-нибудь вам п***... Да. Да. Но когда я говорил, что я вот когда-нибудь вам п***... Я когда-нибудь п***... Нет. Люблю своим приходом развенчивать мифы о таланте наших многих артистов. Да что приходом? Просто осознание, что такой великий человек существует, достаточно для того, чтобы закрыть землю. Человечество как вид, здесь задачу свою уже выполнило. Ну люди этим живут сейчас. Стаканчики увеличивают у меня, картонные. В отражении находят этот стаканчик, увеличивают и говорят, где я нахожусь. У людей такая сейчас. Да мы люди вообще, что это за***ли. Мы просыпаемся, первым делом чекаем, что там у Никиты Калагриева. Потом уже дышим, завтракаем там. Ну всякой х***, короче, занимаемся. Бесполезной. Так, зайду-ка я. Не, у него шуточки, у Рындыча кринжовые раньше были. Вставки кринжовые. А потом он начал чуть их пожёстче делать. И вот этот кринж, он, короче, пропал. Я раньше его вообще не мог смотреть. А потом он начал, планочку повысил. И, бля, мне так стало смешно. Я не знаю, я стал его смотреть постоянно. Если бы у меня была такая же фаланга. Дай бог, ребята, вам наслаждаться так же жизнью, как я. В общем, сегодня мы будем, хотя как будем, попробуем. Совершим жалкую попытку наслаждаться жизнью так же, как Никита Калагривый. И, конечно, разберём его многочисленные интервью. Господа, там моё почтение. Вот представьте киборга, состоящего из Давидыча. Манекена, Арута и, я не знаю, Марата Башарова. Это существо нервно смотрит в пол, когда на горизонте сверкает лик Никитоса. Никитос. Интервьюерам впору ставить памятник за невероятную стойкость. Ибо выслушивать эту капризульку, ещё и держать в уме, что если ты как-то не так моргнёшь или посмотришь на него, он обидится и уйдёт, по-настоящему тяжело. Не выпендривайся. Я не выпендриваюсь. А тут так и интервьюс. Ах, всё. Короче. Битакал игривый. Всё, хватит, тихо. Я не знаю, какой он там человек, может, он, ну, реально, там, у него охрана, блядь, или чехи ко мне подъедут тоже разобраться. Хотя, я думаю, у меня тоже чехов полно, блядь, мы сейчас тут. Ну ладно, как обычно бывает, это, блядь, скажу на личном опыте. Все друг другу руки пожмут, а мы два дебила будем сидеть вот так. Так, ну ладно, чё я хочу сказать? Я, блядь, забыл, чё я хочу сказать. В чём проблема, например, чат? Вот, вы, вы интервьюер, представьте, представили? Вы, блядь, там, хуй знает вообще, кто вы, типа, никто не знает, и у вас такой, вы, блядь, достучались до Никитоса. И он такой говорит, не нападай, а то будешь сама интервью вести. Вы думаете, я бы остановился, блядь? Конечно, нет, блядь, я бы продолжал эту хуйню, и мне было бы абсолютно, бать. Нахуй, сколько это интервью длится? Я бы прям так ролик бы, блядь, и залил, нахуй. И пусть все люди посмотрят на пять минут и то, как он, блядь, всё, я ухожу. Ну иди, иди, поработай с интернет-аудиторией. Я посмотрю, как быстро, блядь, тебя говноедом посчитают за то, что ты ушёл с интервью. Вот, нахуй. Спасибо тебе большое. А что случилось? А, блядь, он ушёл, реально? Не поняла. Никита Калагривый, 29 лет, актёр театра и кино. Прославился на широкую аудиторию благодаря эпизодической роли Кощея в сериале «Слово пацана». Блядь, блядь, какой я пиздатый, он на рту выпил. Здесь, за эту улицу стою! На самом деле, у него много других ролей, и как актёр, он, в общем-то, неплох, и он обязательно вам об этом скажет. Кто-то из больших режиссёров сказал, что актёр... Я гений? А, нет? Что ты гений, конечно. Это пи***ц, а что, с ним вообще комфортно работать? Мне кажется, нет. Не, возможно, вот эта выёбистость и ЧСВ, она помогает ему как-то бабла выбивать очень охуденного, что он, типа, востребованный, и такой, типа, блядь, давайте мне два миллиона за то, чтобы я там... Хотя два, наверное, это мало. Я думаю, он бы пять запросил. Всё пишешь автобиографию? Да. Люди должны знать. Однажды я поехал в родной Новосибирск, хотя мог бы... Мог бы поехать на Мальдивы сейчас, честное слово, пионерское. Не в снег, а поехать туда, сесть там, заварить себе чаю. Не бережёшь ты себя. А как иначе? Я нужен России! Тебя люди любят. Они ждут твоего выхода на экраны. Я чувствую миссию в том, что я должен помочь вот этим трудодрожащим студентам. И мы их сделаем новыми, Никитами Калагриевыми. Как много в этом слове. Калагриевы! Чувствую в этом миссионерство. Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую. Никита, ты лучший. Почитай мне с самого начала. Эх, так и быть. Никита родился 16 октября 1994 года в городе Новосибирск. После развода родителей вместе с матерью переезжает в Украину, где поступает в местную школу. Продержался там недолго, лишь до седьмого класса. После его отчислили. Официальная причина – плохое поведение. Неофициальная – заебал даже уборщицу. Брался, провоцировал учителей. Ну, в общем, вел я себя действительно похабно. И поскольку Калагриевы не знал, что в городе есть и другие школы, у него не оставалось иного выбора, как вернуться к отцу в Новосибирск. Тут-то и начинается настоящая жизнь. Общий враг – это природа. Помогать, если не будешь, умрешь. Ага. Один раз через дорогу бабку не перевел – все. Волкина утащили. У тебя счастливое было детство, вот время, когда ты здесь жил? Трудное. Здесь все было у меня трудно. Когда вплоть до пути до школы. Что там такое, Никита? Весной здесь все течет к чертовой матери. А, ну это жестко. Тут все льется. Блядь, весна – это пи***ть, я вам говорю. Тут не сделано, мало чего сделано. Удивляюсь, какой. Я думаю, сейчас у людей с Новосибирска жопу рвет. Он вообще выжил в таких условиях. Весной течет, зимой замерзает, летом жарко, сентябрь горит, убийца плачет. Ты попадаешь в какое-то гетто такое. Видимо, Никита настолько сильно поверил, что Новосиб – это гетто, что теперь даже истории жизни оттуда звучат как очередная миссия в ГТА Сан-Андрес. Была история, где мне рассказывали, как парню, не из-за того, что им не понравилось бэмикс, велик бэмикс, ему положили доску на голову и катались на этом бэмиксе вот по голове ему, пока вот он, значит. Пока вот он, значит, что? Пока он мне бэмикс не подарил. А потом что? Мне по голове стали ездить. Такая экзекуция. Вот в этих домах это было. То есть это какие-то твои знакомые? Да. Да это кинты его, очевидно же. Собрались по общему интересу, любимая песня «Я буду долго гнать велосипед». Могут там тебя... Сука, охуяна. Просто охуяна ведутся. Что еще? Там окунуть. Куда? Головой там в унитаз, что-нибудь там. Походу, его эго подготавливает почву для автобиографического фильма на Нетфликс. Это же типичная история американского подростка. Кого вы там в Новосибирске нулевых окунали в тогдашние очки? Представляете, как они такие? Пацаны, да мы же просто пиздец человека полз дыркой. Заткнись, Джайкоб, иначе выгоним из калледжа. Именно за то, что я научился из говна конфетку делать. Ты посмотри. Я уже было подумал, не найдет как повыебаться. Такая фантазия родится только в таком месте. О, да, кологривый. Какой же ты кол, но в то же время гривый. Параллельно учебе в школе Никита занимался боксом. И было даже подумал поступать в ПИЭД, чтобы получить статус тренера и обучать молодое поколение. Слава богу, не срослось. Первый урок. Ложись. Доску ему на голову. Где моё моноколесо? А не срослось, потому что Никита наперекор судьбе отправился за мечтой. А именно в актерский вуз. Хотя... Всё было против него. Вот всеобщее мнение было не поступать мне в театральный институт. У меня не было такого, что, блядь, красавчик. Удачи. Хух так. Говорили, что у меня ничего не получится. На самом деле нужна великая сила воли, чтобы наперекор всеобщему мнению идти за мечтой. И у кого, кроме как не у Никиты, такая есть. Но всё же вопрос, как именно он решился, остаётся открытым. Бедний человечек. Как тебе занесло в актер? Как ты решил? Я учитывал мнение всех своих друзей, товарищей, которые знали, что я заканчиваю школу. Круто, блядь, слушай. Они все хором говорили, что мне нужно куда-то деть свою природу. Так более того, ещё во время учёбы в школе... А как ты понял, что надо твою природу деть в актёрство, например? Он уже ходил на актёрские курсы. И даже там. И уже там педагоги мне посоветовали, что лучше попробовать стать актёром, а не боксёром. Чё ты нам тут зачехляешь про то, как ты против системы пошёл, если тебе абсолютно все твердили идти в актёры. Чел просто поддался общественному мнению, а тут сидит, бэй. Даже если весь мир против. Самолёт взлетает против ветра. Калэл гривый, блядь. Поэтому я послушал и пошёл. В общем, Никита переезжает в Москву и подаёт документы сразу в несколько вузов. Один из которых в ГИК. Не секрет, что перед вступительными испытаниями студенты очень волнуются. Калэл не исключение. Настроение не то. Я как-то не чувствую такого, знаешь, прилива. Вот, блядь, посмотрите на меня. Я 10 лет самый пиздатый актёр, блядь. У меня на лице ничего не, ну, не... Оно ничего не передаёт. Даже когда мне ху**ло. Я всегда профессионал, блядь. Чё, можешь поступить на актёра? Да я думаю, сейчас скажут, пердун, е***й. Клоун. Это тебе вон туда в цирк надо, а не здесь. А что если снизить свой уровень стресса путём увеличения его остальным? Короче, он доебётся до девочек-конкуренток. Блядь, дай-ка их взбодрю. Я говорю, девчонки, смотрите, какая история. Вот, говорю, скорее всего, вот вы и вот эти два типа не пройдёте сегодня. А пройду я. Настоящий мужчина. Пиздец вообще. Вы просто, блядь, представьте ситуацию такую, а? Забавно, что это чел пришёл в поликлинику просто спросить про справку. Ну, ладно. Ну, красиво было. Потому что бабушкам п***уй. Красиво сказал. Да о чём речь, братан? Надо было ещё лещануть их, чтобы они расплакались и точно никуда не прошли. И выходит девушка и говорит, калагривый прошёл, всем остальным спасибо. И тут они такие, ааа, эти тёлки, как так? И для них эта победа была вообще всего. Для них, для них, да. То есть он им поднасрал, чтобы они провалились и после... Да и они победили. После этого, по его мнению, они думают, какая красивая его победа над нами. Ну, калагривый, ну вы у нас. Блядь, это п***ц вообще реально, прикиньте, вообще просто сюр. Серьёзно, ты же и так талантливый, у тебя шансов больше. Девчонки в стрессе сидят, зачем задрачивать? Ещё ж и гордиться. Эту историю он рассказывает практически на каждом интервью. Отличаются только детали. То он был с похмелья. Я ещё говорю с похмелья. То пьян. И в общем, выпиваю я вина до такого состояния, что я уже был пьян. Степень опьянения зависит от обстоятельств. Когда режим бэтбоя, то бухой. Если без выебинов, то просто с похмела. Хорошо, что не включил секретный. Там он блюёт на приёмную комиссию и еб*** их рты. Но зато трезвый. Кстати, этот вуз ему даже не пригодился. Потому что в итоге он выбрал ГИТИС. Но история поступления такая же. Он подошёл к абитуриентам, заявил, что единственный достоин. А вы, бездари, живите с этим. А дальше поступайте. Всем удачи. Я думал, гнида из кадетства это просто вымышленный образ. А нет. Вот он, пожалуйста. Ходит. Интервью раздаёт. Бля. Короче. Вот это самая хуйня. Черта. Вот это вот. Как слово ж такое умное есть. Надменность это называется. Ну, когда ты. А вы все говно. Я тут самый важный. Такие. Ну, это самые мерзкие люди, блядь. Вообще. Высокомерие какое-то может быть. Меня такие раздражают. Я таких очень много видел. Чуваки. Вы не поверите, сколько в тусовках медийных. Очень, блядь. Таких много, блядь. Сука. Причём это всё в инстаграммеры чаще всего. Они никому вообще не уперлись. Но они думают, что еба. Лёх, куда ты-то? Боже, ты самый простой чел. Но я... Я вспоминаю. Я уже это рассказывал. Я ещё раз расскажу. И пристыжу этого человека, значит. Нас пригласили на предпоказ. Какого-то фильма. Был такой чувак. Когда ещё до санкций, до всего. Какое-то агентство постоянно меня приглашало. Спасибо мужику. Я забыл, как тебя зовут. Ну, вдруг, если ты это слышишь. Блин, я не знаю, работаешь там ты или нет. Нас приглашали всегда на предпоказы. Я прихожу. Там стоит какой-то важный хуец. Я такой думаю. Бля, вот он так выёбывается. Как вам сказать? Он выёбывается, не выёбываясь. Как объяснить? Вот этот взгляд. Вот это поняли? Вот такой. Знаете, вот есть взгляд, когда человек тебя вот так оценивает. Знаете, голову не повернёт. Вот такой ЧСВшный. Вот он так смотрит на тебя. Типа потом. Ха, бля. И пошёл. Высокомерный такой взгляд. То есть. Пассивная какая-то вот такая херня происходит. Надменность. Я такой думаю. Чё ж ты за хуец такое? Мне просто интересно. А я чё, простой, бля. И мне вот это вот всё не нравится. Но было интересно кинзо посмотреть. Спойлер. Он там был в субтитрах. Я не воспринимаю кино, если в субтитрах. Вообще никак. Стоим чё-то там все выёбываются. Спойлер. У чела оказалось в районе 150 тысяч подписчиков в инстаграме. Логичней, что это я себя так должен вести. Логичней. Но я себя так не веду. И тут откуда ни возьмись. Стоит важный. Самый важный, который вы позвали туда. Не Максим Галкин, бля, а кто-то другой, бля, кто хочет стать миллионером вёл. А мы все стоим в общем зале, там, блогеры. Ну, понятно, есть и нормальные блогеры, там, общаемся, чё-то, тыры-пыры. Я с Алинкой стою. И я слышу, бля, вот это, там не пускают, там стоит охранник, типа, все дела. Вы знаете, кто я такой, бля, пустите меня. Это какой-то пи***ц, типа, у вас тут. Я тут сейчас такое, бля, устрою. Я такой думаю, бля, кто это? Я смотрю, бля, чел стилика, реально, кто хочет стать миллионером. И, короче, я охуел. И вот я к этому всю телегу задвигал к этому, что таких на самом деле много. Да абсолютно пи***ц, кто ты такой, мужик. Веди себя как человек, бля. Видишь, все одинаково стоят, ждут. Стой и жди. И я чё-то расстроился, и теперь его не воспринимаю никак. Ну, и никак бы мне и пи***ц этого было, начнем с этого. Телевизор не смотрю, мне поебать. А ваше любимое место здесь где? Мое любимое место? А какая разница, пацаны? Сейчас я покажу. Вот мое любимое место. Ой, как удобно. Хорошо, что поблизости не стояла мусорка или бутылка. Давайте. Есть два стула. На одном пике точеный, на другом. Никита выбрал пики, потому что пацаны с Новосиба не поймут. Ну и интервьюеру приятнее. Как интересно. Здесь вот можно подумать. И правда что? В других же местах в ГИТИСе думать нельзя. Слава богу, есть два стула на проходе. Благодаря ним это место и имеет статус института. К сегодняшней славе Никита шел долгие годы. И за его спиной десятки ролей. Помимо слова пацана, он принял участие в таких работах, как сериал «Оффлайн», «Волшебный участок», «Жизнь по вызову», а также сыграл главную роль в экранизации сказки «По щучьему велению». «Нету полоски». «Путь был нужен лишь для того, чтобы достучаться до людей». «Мы все приходим на самом деле не за славой, а для того, чтобы нас услышали». «Тут же самая главная мотивация, понимаете, проявить себя, оставить...» «Чё вы хотите, я не понимаю, можете по-русски сказать, бля, я ничего не понимаю. Сверху щель. Щели у меня между зубов, блядь, а это отверстие. Это была моя стена, блядь, вот стенка у меня тут, алло. Вот она. А, я понял, чё ты хочешь. Всё, ты трусики вкончил в трусики свои сейчас? Ну-ка, скинь посмотреть. Есть же, да, кайф? «Пить след в истории, растопить своим творчеством заледенелые сердца». Так же? «А я скоростным дипломом закончил и знал, что я иду за бабками, поэтому не будьте ханжами и балаболами». «Спасибо за совет, братан! Даже не знаю, как отблагодарить. Но только если подарок». «Ля! На ходу можно переобуваться! Вообще Никита любитель пора сдавать непрошенных советов. Там гений, моё почтение. Не удивлюсь, если скоро мы будем созерцать его фамилию по запросу». «Рындыч, если вдруг когда-нибудь я зашкварюсь так, что ты возьмёшь на обзор меня, знай. Я не раздаю советы. Они из меня сделали психолога. Я ебал. Я не знаю, почему так. Они вот всё мне, блядь, спрашивают советов. В чём я вообще не шарю? Это всё они. Просто философы 21 века». «Мой совет девчонкам смотреть на трудяк и самим трудиться. И тогда будет бомба вообще. А на халяву ничего не получите. На халяву уксус сладкий». «Понятно, блядь». «Но это, кстати, справедливо сейчас сказал». «Уй, ёбы». «Белое – это белое, а чёрное – это чёрное. И не надо путать белое с чёрным». «Согласны?» «Ха, я, блядь, скоро буду, как Никита Калагривый». «Ты будешь, как я, Вася». «Слушай, ты сейчас забазаришься, гривотряс». «Ты сам гривотряс, слышь, братан. Тебя что подстришь, что ли, а?» «Да я сейчас тебя сам подстригут, что базаришь?» «Я подстригся бы только за 50 миллионов». «Да, да, 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 да. Бам-бам-бам, там-дам». «Та, та, таа. У-у-у, у-у!» «Простите, мы запиздились». В своих интервью Калагривый старается выглядеть правдорубом. Борцом за всё хорошее, против всего плохого. И человеком, который открывает людям глаза. Например, он считает, что творческие люди не должны зарабатывать так много, когда социально значимые профессии страдают. Я говорю про ученых, врачей, которые спасать. О-о-о, а это его Соболев за ногу укусил. Вот эти люди, я считаю, они должны быть как-то превознесены. Но если ты так считаешь, действительно, ну снимайся бесплатно и давай деньги всем, кто нуждается там, врачам, пожарным, полицейским, всем весь свой доход отдай. Вот тогда, тогда, я еще поверю, что твои слова что-то значат. До тех пор не надо это пиздеть. То, что получают официальные работы, это мизерно и мало за такую ответственную работу, где люди помирают, там, например, там, где надо от преступников спасать, блядь, понимаешь, мало они получают, согласен. Но как я к этому имею отношение, тем, что я в интернете сижу, если людям надо развлечение? Что у нас вот так вот эти вот блогеры зарабатывают? Ты, хуй, ты что, меньше, блядь, зарабатываешь? Ты, блядь, актер, ты развлекуха, ты такая, блядь, сука, ты занимаешься тем же, чем занимаюсь я, блядь. В глобальном плане. Ты, актер, блядь, развлекаешь людей, блядь, на экране. Я, блядь, клоун-стример, развлекаю людей в онлайне на экране, смотря всякую хуйню. Я вот это, если честно, с этих людей. Он про себя тоже сказал. Охуйно. Если я про себя тоже так скажу, значит, я сказал не хуйню, блядь. Класс. Поэтому я вам быстренько здесь открою глаза. Спасибо, о, великий пророк. Что бы мы без тебя делали? Открой нам еще глаза, что слабых быть нельзя и нужно любить маму. А то ж мы крестьяне. Да, это ж, блядь, неочевидная вообще вещь какая-то. Да, вот это, понимаешь? Никто ж не знал, блядь. Что-то в зубах вот это носим и умираем в 40. Любое стихотворение Лермонтова, в нем больше словарный запас, чем в альбоме. Да, спрос рождает предложение, да. Нынешнего рэпера. Чел, спасибо. И наоборот, кстати, это вот так тоже работает. Прямо сейчас в училке по литературе позвонил, что она все детство. Ну, Лермонтов, конечно, да, но фейс. У нас сейчас все рэперы, все, кто без работы, они все рэперы. Да, да. Сейчас даже вместо пособия по безработице выдают микрофон и кепку с прямым козырьком. Не биржа труда, а сникер сурбане, блядь. Больше всех за то, что не похож на Лермонтова, досталось биг бэйби тейпу. Биг бэйби тейп, да. Нет, ты чё, блядь, Никитос, чё ты городишь, блядь, это скриптонит. Блин, это круто. Это же деградация. Никита Калагревый назвал песней Биг Бэйби тейп деградацией. Ребят, не засоряйте гу... А вот до этого вся музыка, она какая была умная. Полуморализаторскими мнениями актеров... Это тоже блядь способ развлечения человека, блядь. Чем тупее трек, тем лучше, блядь. Тем он вируснее и проще запоминается. Вот, например, вы считаете музыку Lil Pump оху**ной? Я да. Что оху**ного в его самых начальных работах? Гучи гейн, гучи гейн, гучи гейн, гучи гейн, гучи гейн, гучи гейн, блядь. Ну и всё. Просто повторение одного и того же. Я оху**ной, ё**й, в рот, мне нравится. Но я не слушаю какие-то умные треки. Он вообще не это имел в виду. Тут ещё докопались на меня про Биг Бэйби тейпа. Ребята, скажу, что я не Биг... Это справа Биг Бэйби тейп. Это Никита Ефремов. И слева Никита... Чё за ху**а, блядь? Это он мне кроссовки скамные продавал? Или нет? Или, блядь, это тоже Никита Ефремов? Да я понял, что это оба Биг Бэйби тейпа, блядь. Ба, я понял это, блядь. Просто это вот в очках, а вот без очков. Напрягает один вопрос. Это, блядь, это чё, блядь, однофамилица, одноимёнец получается, что ли? Тёзка получается? Пока этот Никита Ефремов делает оху**ной бетло и оху**ную музыку. Другой Никита Ефремов, блядь. Чё ты несёшь? Вы что? Может, я чё-то путаю реально? Погодите. Ну вот этот, блядь, кроссовки ж наёбывал, блядь. Чё вам непонятно? Я ж ничего не путаю. Они чё, оба Никиты, оба Ефремовых? Я не знаю, как, блядь, я дебил, ебаный. Это, блядь, его ж, блядь, Егор зовут. Это чё, блядь, из ролика Никиты Ефремова просто взяли? Я так подписанно. Я думал, это имя его. Я думал, чё за хуйня, чё, блядь, я идиот просто тупой. Шелкоблок очень смешное слово. Многие его недооценивают. Короче, я думаю, не стоит объяснять, почему мне не стоит быть врачом, там или ещё кем-то, и почему я выбрал, ну, завод, блядь. Ну, пожалуйста, вот, коротко о моей логике, о моих знаниях и о всём вообще. Пожалуйста, не издевайтесь надо мной. Я тупой человек, к сожалению. Вот если подписан Никит Ефремов, я такой, блядь, это что, Никита Ефремов? Хотя, блядь, я с тейпом стримил, и я знаю о том, что его зовут Егор, но я, блядь, просто это из головы выпало, и я подумал, чё за хуйня? Какой я тупой, это, блядь. Рофлс, вырежи это, пожалуйста. Это очень важно, вырежи, сделай так, чтобы я был умный. Так, вот смотри, вот я поставил паузу, вот так. Вот тут надо катнуть, понял? Вот этот хлопок, сейчас. Вот тут надо вырезать, понял, до этого момента. Всё, let's go дальше. Бэби Тейпу докопался, а вам... Какой ЧСВ уебан? Да это шутка была, не вырезает, конечно. Плень я расписал, господи, вот. Никита Калагривый, лошадь. Ребят, я не выспался сегодня ещё плюс ко всему, но это не оправдание. Я как бы тупой человек, но плюс я ещё и сегодня не выспался. Это я сейчас в них Никите докопался. Это ж я явление расписал, что нынешний кинематограф не дотягивает до лучших образцов советского. Чё, реально это объяснять нужно? Тебя касается, сэша, он, вы, немножко, вот так всё читает. И в этом есть прикол. Я Никита Калагривый, я актёр. Вот немножко... И в этом есть прикол. Качественный бит, качественный. У Риндыча по привычке Томаев получился. Эй, подача. Да я вообще тейпа обожаю. Они вдвоем про Томаева видосы сколько снимали, блядь. Тепите. Лермонтов хуй, тейп атакуй. Получается, никто не хуй, тус? Ну ты вот тоже не права сейчас. Зачем куда-то идти? Я блогер. Блогер это значит, что ты снимаешь свою безработицу. Ну, наверное, да. Если так, конечно, отдаленно, то, наверное, да. Но я бы сказал по-другому. Я бы сказал более понятно людям. Я бы сказал, блогер, что это значит? Это, наверное, ты хуй, безработный. Вот так было бы заебись. Вот у тебя же жопа горит сейчас. Горит. Это и есть моя работа. Возьмешь меня к себе в пантеон? С обретением популярности Никита решил, что вся та мудрость исправила... У меня должен был быть звук, вы же поняли сразу какой, да? Но у меня его нет. У меня есть только... Но если бы был, я бы его обязательно нажал. То долгие годы копилось в его сознании, должна стать достоянием общества. Калагрива беспокоится буквально о всех слабых и беззащитных. Если у него на глазах бьют собаку, будьте уверены. Не теряя ни секунды, он бросится давать интервью, что этого делать нельзя. Ну и, конечно же, достается коллегам по цеху. У нас скотское отношение к массовке в нашей кино. Подкаст номер один звучит так, как это самое... Первое. Чайхана! Чайхана номер один! Во-во-во-во! Точно, 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 вспомнил. Я за то, что стою на холоде, получаю одни деньги, а они, стоя на холоде, получают другие деньги. Что-то я не понял. Вы просто на холоде стоите? Или при этом еще делаете какую-то работу, за которую, собственно... Я не буду лысым к сорока, нет, я не думаю. И платят деньги. Рындыч тоже был лысый, он себе пересадку сделал. Кореш тоже был лысый, он себе пересадку сделал. Все, не буду нахуй. Просто если первое, то больше всех должен зарабатывать курьер. Он-то на этом холоде еще и ходит. Парадокс. Чтобы артист хорошо сыграл, куча цехов должна проснуться в 4 утра, приехать не на бизнес-классе, а на общем автобусе. Потом в холоде это разложить. Вот только сквозь кудряшки до него никак не может дойти мысль, что и массовке, и цехам жилось бы куда легче, если бы сам Войн Света просто приезжал вовремя. Я такой артист, который всегда опаздывает. Я прям не обламываюсь, короче. У меня 500 делаем. Розетку выключу, включу, блядь, пока выйду. Чайник включу, выключу с собой, надлеиваешься, побоксирую. Яблоко надкушу с одной стороны и ко всем предметам в квартире поприкладываю. Табуретка Apple. А массовка? Жалко, конечно, жалко. Но только на словах. Я ложусь, слышу такие зубы. Пришел с Ютуба, чтобы тебя на Твитча посмотреть, спасибо. Я говорю, ты что, мать, там лежишь, дрожишь? Иди, говорю, кепку, шапку надевай. Она что-то... У вас деньги, блядь, закончатся когда-нибудь. Я не понимаю, у этого, блядь. Нам нельзя там что-то... Подожди, мать. Сейчас воин, который сладко спал в вагончике, пока вы тут все работали и подготавливали, спасет тебя. Я этим художникам говорю, я вот сейчас вот вас положу нахуй туда, и мы вас закидаем прям, блядь, как в средние века, блядь, камнями. Кто принес теплый кофе этому уборщику? Я не уборщик, я актер. Я играю уборщика. Подожди. Ну, я прям их вычисляю. Он тут за вами говно убирает, а потом жрет его, потому что больше нечего. Что? Да мы же с тобой в одной сцене вообще играем. И душу их сходу прямо. Сейчас ему кофе холодный принесли, а потом что? Колени прострелите. Да я и просил холодный. Заткнись, заткнись, не мешай. Я тебя спасу. Это крайне неординарная личность. Шлакоблок. Он на все смотрит под своим углом. И это я не про косоглазие. Вот представьте, к вам кто-то подошел сфотографироваться. Что вы сделаете? Сфотографируюсь, да. Сфотографируйтесь. Что делает Никита Калагривый? Я говорю, а тебе зачем фотография? И он не понимает ни хуя в этот момент. Челядь. Никит, то забей. Они же живут инстинктами. Лишь бы вот это дай, 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 понимаешь, к свету прикоснуться. Ему просто откуда-то, блядь, надо как всем сфотаться. Я ни разу ни с кем не фотался толком. Чел, послушай, чел. К тебе просто подошли сфотографироваться с единственной мотивацией. Ха-ха, кенту отправлю. Все. У этого же там в голове уже... О-о-о, мой лик с круженым голову. Ты просто эпизодический актер из сериала. Успокойся. Да и есть у него фотографии. Вот Сарычев, а вот Минеев. Но вы не понимаете, это другое. Вот со спортсменами там только. И то я для себя это определял, что это мой стимул. Прикинь, он ему такой говорит, вот этот амбал здоровый, гигантский. Видимо, известный раз Рындович назвал. Он такой говорит, вот тебе нахуй на фото. И вот он говорит, стоит этот Никит Калагривый. И он же нихуя не понимает, зачем ему фото. И потом, когда я вы***л их, я это вспомню. Как он представляет себе этот трюмф? Типа, я так хорошо сыграл, добился главной роли. Теперь это этот ММАшник, который никак не относится к кино вы***л. Братан, можешь еще с конем сфоткаться? Потом просто поспать лежа и рассказывать всем, как вы***л коня. Телка там фотается сама какая-то. И вот ей просто надо, что я вот с галочкой, вот, ну. Погодите, вот этот здоровый мужик. Я с ним в видосе был. Чел, послушайте. Я не на контейнерах случайно? Слушай, чел, к тебе просто подошли сфотографироваться с единственной мотивацией. А, е***ть, короче, он такой здоровый. Это пи***ц, ребят. Я таких здоровых людей в жизни не видел. Ха-ха, кенту отправлю. Бля, просто амбал. Рэфи, вот Сарычев, а вот... Короче, чтоб вы знали, я метр семьдесят три. Я на машинке своей маленькой езжу. И он приехал, короче, на крутой тачке такой здоровый, блядь, Тайрыксе. И он выходит, я вот так смотрю. Здравствуйте, блядь. Он пожал руку, чуть мне руку не сломал, блядь. Ну, короче, здоровый мужик. Он, наверное, вот так вот... Норм чешется так, короче, знаете. Просто почесать день. Уже там ключицу тебе сломает, почешет спину. В общем, короче... Я здоровый... Эээ, блядь. Ну, короче... Он говорит... Это чё вот это стоит? Маленькая вот это. Я говорю, моя. Он говорит, ну-ка, дай посидеть. Блядь, ебать, ребят, я вахую. Короче, он вот так вот открыл дверь. Вот машина, вот он. Вот. Он так открывает дверь. Вот так сиденье. Вот так оно отъезжает, 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 отъезжает. Блядь, до максимума отъехало. Там уже физически просто оно не уедет. Он вот так садится. Блядь, вот так. Дверь закрывает. Руку вот так вываливает, блядь, свою. Вот так. И она у него, блядь, до пола достает, нахуй. Просто он землю чешет. Он говорит, я ща, блядь, берет руку назад и до колеса дотягивается. Я говорю, пи***ц, нахуй. Это настолько здоровый мужик, что пи***ц. Я вам серьезно говорю. Он говорит, не, говорит, маловато. Я говорю, конечно, блядь, маловато. Я 173, мне норм. Он, кстати, такой приятный чувак. Общительный, тыры-пыры. Типа я так хорошо сыграл, добился главной роли. Теперь... Сядь нормально. В холле ты сутолишься? Извините. Можешь еще с конем сфоткаться, потом просто поспать лежа и рассказывать всем, как выебал коня. Телка там фотается сама какая-то. Да, я про Сара чего говорил. Вот ей просто надо, вот, что я вот с галочкой, вот, ну... Внимание! Прошло ровно сутки. У шефа нет галочки. Кто-то во ВКонтакте не хочет работать. Кто снял, кто забрал у меня галочку, блядь. И вы понимаете, что без галочки я не могу... Как он там сказал? Телка там фотается сама. Короче, из-за того, что... Что с сайтом? Из-за того, что, блядь, мне не дают галочку, я теперь не могу с тёлкой фоткаться, которой вот... Ей надо со мной сфоткаться, потому что у меня галочка, блядь. А её нету сейчас. Я что теперь... Я, блядь, никто, блядь, теперь... Я никто... Мне никто не верит, что я оригинал. Галочка, ты сейчас умрёшь. Где моя галочка во ВКонтакте? И почему у меня её забрали? Я объясню, для чего мне галочка ВКонтакте. Потому что верифицировать Телеграм можно, используя только два верифицированных аккаунта. От двух. ВК, Ютуб и Инстаграм. Бесплатно. Ладно. Три галочки там нужно. У меня была ютубовская галочка, которая есть. ВК. Галочка. Которая используется как пруф. И тиктоковская галочка, блядь. Автоматически Телега тебе выдаёт галочку на твой Телеграм. Понимаете? Если у тебя есть три галочки, ты подтвердился. Официально Телега, блядь, отправляет нам проверку бота. Бот проверяет, есть ли галочка. И выдаёт тебе галочку на ебаную Телегу твою. Посты не делал. И чё, я чё, обязан, блядь, за галочку посты делать? Нет, я могу, конечно, написать. Но так же неинтересно, правильно? Я сейчас напишу пост. Кто опять забрал галочку? Мне пришлось целый пост написать спустя пять лет. Пиздеть не буду. Мне пришлось авторизоваться, блядь, во ВКонтакте. Всё, я публикую. Да вот, блядь, что я вот с галочкой, вот, ну. Вот даже он, блядь, с галочкой, ебаный в рот. Никита, а можно фото? Фото? Или моя галочка? Ты лучше подошла у меня, воспользовалась шансом и спросила, типа, вот так же. А как там что, блин, интересно? Может быть, хочешь что-то спросить? Нет. Ну, если это обязательно. Вымирай категорию! Да ладно, наверное, не надо, я пойду. Нет, тебе похуй. Ты не используешь шанс, что ты со мной встретилась. Тебе надо фотка. О чём вообще говорить с вами? Эта челядь всю жизнь так и провозится в грязи, не использовав шанс познать моих истин. Можешь рассказать мне. Цыплят по осени считают. Я сиську твою увидел. Невероятно. То есть я сейчас всё равно, это глаз, ну, молодёжи. Никит, от тебя нужна просто фотка. Смирись. Понимаю, хочется в очередной раз рассказать, почему Big Baby tape не Лермонтов и что врачи мало зарабатывают. В моём случае, почему Big Baby tape не Никита Ефремов? Ну, ладно, тоже пойдёт. Ты ведь не разбираешься ни в чём из этого. Ты просто умеешь правдоподобно плакать на камеру. Давай договоримся. Мы обязательно тебя спросим, как только захотим научиться ходить под дождём под грустную музыку. Кстати, теперь, зная его мысли, вдвойне странно наблюдать его реакцию, когда с ним всё-таки словились, чтобы сфотографироваться. Мила улыбается, даже и не скажет, что в голове у него сейчас. А то, что ты с ним словилась и дальше попиздовала, нахуй, проживать свою жизнь, ничего страшного. Но, ребята, приходите все к Яне, она работает в замечательном месте. И очевидно, что ему нравится фотографировать... Ебать, ну, и ляшки, блядь. ...эфироваться. Он всю жизнь к этому стремился. Ебать, ну, чё за пиздевец. Анон какой довольный. Но, согласитесь, образ уставшей от популярности звезды, чей внутренний мир ником... Ей 16. ...му не нужен. Куда круче. И похуй, что с тобой фоткаться начали вот только месяц как. План, как себя вести, был придуман ещё на первом курсе. Для многих это поворотное, может быть, событие, фотография со мной. Не соответствовать этой регалии. И все эти регалии, пафос и высокомерие всего лишь после появления в нескольких сериях слова «пацана». Представляете, если бы он играл главную роль? Там бы уже вместо Оскара вручали золотого коллагривого. А знаете, в чём прикол? Так как Никита максимально преисполнен духовно и отличается от Плебса чуть более, чем всем, сериал, который сделал его знаменитым, он даже не смотрел. Ну некогда, понимаете? Вот это вот свои звездные дела. Нет, кстати, на самом деле ты смотрел? Нет. И не будешь? Слушай, это как с Игрой Престолов. Ну вы понимаете, да? Это же тот человек, у которого сигарету стрельнешь, а он тебе... Курение вредно, ты неправильно живешь, занимайся спортом, я веган. Но знаете, в чем он хорош? Даже не посмотрев сериал, он засрал практически весь актерский состав. Ну и заодно зрителей, потому что им понравилось. А многие даже не разбираются ни черта там с профессиональной точки зрения. А работают ли они достойно этих оваций, которые вы раздаете? Да, каюсь. Мы не разбираемся с профессиональной точки зрения. Потому что у нас у всех другие профессии. Тебе, когда сливной бочок починят, ты будешь смотреть на него с профессиональной точки зрения? Или просто порадуешься, что он работает? Больше всего из коллег досталось актеру главной роли Ивану Янковскому. Дескать, и спортом он не занимался, и жизни той, что у Никиты не видал. Одним словом, пиздарь. Я и так этот Кощей. В чем мне там играть? В отличие там от Вани Янковского. Сергей как раз мастер спорта по кикбоксингу. В отличие от Вани. На самом деле проблема куда глубиннее, чем просто актерская игра. Тут конфликт идеологический. Ну, только со стороны Калагриева. Тому плевать. Пиздец, выебываешься аж на коллег. Ну это пиздец. Дело в том, что Иван представитель актерской династии. Его дед народный артист СССР Олег Янковский. А отец известный режиссер. И, мол, из-за таких, как он, простым ребятам тяжело добиваться ролей. Ну, как обычно. Я тот человек, который испытывал на себе все это влияние этих богатых людей. У миллиона человек нет доступа главным ролям. Потому что тупо берут, говорят, Янковский, этот, этот. Вот только вот в чем загвоздка. Воин справедливости состоит в очень теплых отношениях с режиссером Сариком Адриасяном. И очень часто у него снимается. Хотя тот вовсе не брезгает отдавать роли без кастинга. Дошло до того, что в фильме Евгения Онегин 13-летнюю Татьяну играет 28-летняя жена режиссера Лиза Моряк. Там многие критиковали Лизу Моряк. Ну, по-любому же. Это же его жена. Ух! Но сейчас Никита расчехлит пулемет праведного гнева. Это же то же самое получение роли по блату. Но... А че сейчас он ебет, интересно? Ну, давай, давай. Ну-ка, че скажешь? Это его супруга. И он в полном праве, как музу, ее снимать. Ну и ладно, тогда все. А как же справедливость, кастинги? Я бы, если бы хотел, то же самое бы делал. И назло бы. И еще больше бы ее везде снимал. Надеюсь, ты понимаешь, что эта история не про двойные стандарты, а про любовь. Конечно. Это очень мило, что Сарик так любит свою жену. Да нет, жена тут ни при чем. Поэтому я тут не берусь. Мне самое главное, что он меня любит. Все. Это самое главное. Как говорил Александр Третий, у Никиты Калагривова только два союзника. Народ и Сарик Андреасян. Но есть и враги. Если так послушать его высказывания про женщин, складывается ощущение, что это какие-то полулюди. А сейчас, девчонки, вот посмотрите инстаграм. Я смотрю это как на витрину. Если девушки этот товар на витрине, то Калагривы... Ну, все же так же делают, правильно? Все же, б***ь, они. Это же каждая девочка такие. Я понял, про кого он говорит. Там есть такие. Но, б***ь, это не значит, что все же, б***ь, такие. Что ты несешь? Это тот чел, который с турецкого аккаунта пишет You're so sexy, go sexier. Нет, который пишет beautiful и сердечко в конце. И этот смайлик, сука, с сердечками в глазах и рот открытый. Эмодзи. Твой рот чебал. Я сейчас думаю, как и все пацаны. Вот мы ночью засыпаем и думаем вообще не о сериалах, а думаем о каких-то более важных вещах. Например? Цивилизация. Че, полетел, б***ь, Эмодзи это таскать, не надо. Цивилизация, например, полеты в космос. Есть ли у меня в генеалогическом древе человек-паук? Отчего так в России березы шумят? Как узнать вес члена? Без сексизма. Может быть, женщина тоже засыпает, а я так и думал. Ой, закрой свой женский рот. Нет, женщины есть. А о мужчинах? Нет? О мужчинах? Да, только о б***х. Че вы несете, б***ь, всех? Без сексизма. Да, о членах они думают. Члены косметика и Вайлдберрис. Вот. Три кита, которые позволяют женщине спокойно держаться. Члены косметика и Вайлдберрис. Ну да, наверное, б***ь. Ну Вайлдберрис точно там есть. Вот по поводу членов и косметики не уверен, но ВБ точно. Пока вообще че-то я разочарован. Насколько легко они продают свои ценности рядом со мной. Из-за того, что слово пацана. Б***ь, какие ценности продают рядом с тобой? Ты, б***ь, б***ь, я не знаю, ты че им платишь за секс, б***ь, или что? Ну так ты, б***ь, других, б***ь, поспрашивай. Кому-то ты, б***ь, ты просто к адекватным подходи, они тебе скажут, че, вообще еб***ь, иди нахуй, б***ь. Пиздец, вот это вообще фы... Б***ь, вот я обожаю людей, которые вот все время, сука, обобщают. Б***ь, я так это люблю. Безусловно, вон, у Мелстроя такая говорит, ну я залям в рот возьму у него, типа, а че, все бы так сделали, б***ь, на моем месте? Нет, б***ь, не все бы так сделали, б***ь. Такие как ты, б***ь. Вот и все, вот так это должно быть. А это, б***ь, сидит, как легко у них ценности. Под нахуй ты обобщаешь, б***ь, друг. А это с таким умным видом, вот так кивает, б***ь. Ох, яб***ь, разъёб***ь. Какие ты три кита предложишь женщинам? Три кита женщины, это... Вайлдберрис, член и шеф. Ладно, если без шуток, Вайлдберрис, ТикТок и кофе. Это три кита женщины. А я понял, почему ты тут. Вообще, да, они все только о сексах думают, эти женщины, для пацаны, реально, я вам говорю. У них только секс в голове. Чё ты, сучка, потекла? Нет. Может, продолжим читать? Классный халатик билайновский. Сучка. Сам-то Никита с этими сложностями давно не сталкивается. Он тут больше с позицией исследователя. Давно женатый человек, порядочный. В каких ты сейчас отношениях со своей женой? Прекрасных. Ну и дабы все имели такую гармонию в семье, Никита отправился на фестиваль семейных традиций в Новосибирске, где являлся спикером и рассуждал о том, как важны семейные ценности. Сначала подумал, это Петербург, кстати, за счет вот этого здания, но потом подумал, блядь, а где это? Тема настолько зацепила, что воин решил не останавливаться, и дабы продолжить дискуссию, отправился в бар, где Мила лежал на коленках у официантки. А после... Ой... Неловко вышло. Он изменил жене. Ну поэтому и в отличных отношениях. ...того, как Таня дала себя поцеловать, в отместку вгрызся ей в колено. Вместо ожидаемого «Возьми меня, мой искуситель!» Девушка почему-то послала нахуй. Но это только раззадорило воина справедливости, и он начал атаковать физически. После вмешалась охрана, и это была ошибка. Режим «Бешеный бабуин» активирован. Он сорвал с себя футболку и начал бросаться на всех подряд. Просто ходил и быковал в надежде... Он такой... Я за эту улицу, блядь! ...что кто-нибудь даст бой. В итоге отчаялся и просто уебал ни в чем не повинного официанта. И вот так всегда. На трезвую «Ой, Декаданс! Я Д'Артаньян! Вокруг бляди!» А после бутылочки Багбира «Сюда, шкура, еб...» «Я тебе ни за что хлеба лобить собираюсь!» Естественно, такое поведение не осталось незамеченным со стороны правоохранительных органов. Никиту доставили в Центральный отдел полиции номер один в Новосибирске, где и состоялся суд. Он был осужден по статье «Мелкое хулиганство» и получил административный арест сроком 7 суток. Возможно, за эти 7 дней Никита, подобно Богу, мог создать землю, но он просто выспался. По уровню пользы для человечества эти события примерно на одном уровне. Кстати, после отсидки он уже успел дать интервью. Знаете, что он понял за эти 7 дней? «Пока я там был в лишениях, я понял, что сколько я могу сделать, если я не актёр? На что я способен, если я не стану артистом?» Чё? Он, короче, хотел сказать «Шлюха-то баба, б***ь!» Но в итоге такой «Школько?» Потому что передумал. Хотя, может быть, он хотел сказать вот так. В очочках такой. «Шлакоблок!» «А чё?» «Да ёбаный в рот, ну горбатого могилой исправит!» «Но мы не узнаем!» Он сказал «Школько?» «Он садился на 7 суток, в смысле, что он охуенный, а вышел с пониманием, что нет. Я себя недооценивал. Я ещё охуенный, чем я думал!» «После этого инцидента сорвалось ещё больше рабочих...» «Я думал, человек, который отсидится, он такой, ну типа, 7 суток, первое, что должен был сказать, «Бля, я охуенина и хуй вертел» на интервью такой, типа, «Бля, это было неуважительно по отношению к жене, по отношению к девушке, мужику надо, блядь, зачем-то въебал. Короче, поступил как чёрт, впредь буду аккуратней и никогда в жизни себя так не поведу. Осознал». «Не, бля, выходит, сколько я сделал, не будь актёром!» «Бля, пиздец, серьёзно, нахуй?» «Контрактов. Теперь режиссёры боятся его как...» «Он так и сказал». «Да, если он так сказал, тогда хорошо». «Но это не отменяет того факта, что он сделал». «Хогня». Он лишился роли Жириновского в автобиографическом фильме и самое страшное, ему запретили заходить в «Бургер Кинг». Но шутки шутками, а работать с ним сейчас и правда хотят немногие. Ну, репутационные риски. Это бизнес. Однако, «Воин справедливости» не собирается первым налаживать мосты. Он будет ждать. «Ждать, пока вы его позовёте!» «Я именно хочу подождать, когда люди сами скажут, «Никита, возвращайся». «Никит, при всём уважении, даже если бы я бы забил тримы на месяц или на два, всем бы было бы поебать, реально. Человек, он простой. Вот ты ему не даёшь контент, он пойдёт его где-нибудь в другом месте найдёт. Да, может, там единицы какие-то написали бы, но в рамках всех зрителей большинству похуй по большему счёту было бы. Реально. Чат, ну это типа не лицемерие, так работает человек. Вот у тебя нету этого, ты что-то другое смотришь. Вот и всё. Ну то есть, написали бы, может быть, ну тысяча человек, но не двадцать, например, понимаете, про что я говорю? В рамках масштаба вот такого. Ага, вот как только они это скажут, я вернусь и так же всё пространство, что там было вокруг. Ну что там? Народ ещё не приходил с мольбами вернуться? Всё ещё нет, Никита. Не может быть! Неужели они все меня бросили? И ты уйдёшь от меня? Конечно нет, Никитушка. Хорошо. Кстати, всегда забываю спросить. А ты кто? Я? Я шиза твоя. Я с тобой. До конца. Что-то-то-то-то. Что по итогу? Никита Калагревый живёт... Вот, видите, в чём кульминации? Скетч, 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 который в конечном итоге разворачивается в то, что это шиза, а не девушка. Или не женщина. Придуманным образом. Вот это охуенно, мне нравится его контент. В нём он самый справедливый, самый честный, самый талантливый, но на то это и образ, что с реальностью не имеет ничего общего. Слова и действия всегда расходятся. Говорит, что переживает за массовку, но сам наплевательски относится к их временям. Я вот раньше не опаздывал, теперь я всегда опаздываю. Я раньше думал, что он классный чувак. В плане того, что он такой простой, мне казалось. Со стороны. Ну, знаете, есть вот какая-то внешность, которую ты можешь просто заранее характеризовать. А вот так вот я на него смотрю, думаю, бля, ну вроде ровный пацан. Выглядит как, ну, наверное, такой свой человечек, такой простой. Не, 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 не. Ну вот Алина, кстати, идеальный пример того, какое лицо недовольное. Я бы вот так вот на улицу с хуй бы подошёл. Ну, во-первых, я так и не делаю. А во-вторых, ну, я бы не подошёл точно. Я прям не обламываюсь. Протестуют против буржуев, что тащат по блату своих детей в кино. Но если эти буржуи тащат уже его, то нет проблем. Это их дело. Давайте не будем лезть в чужую жизнь. Поэтому я тут не берусь. Мне самое главное то, что... В армии послужи, ты начинаешь людей понимать и видеть насквозь. Чел, я так делаю только с точки зрения стримера. Понял? Возможно, да, это реально какой-то опыт даёт, сто процентов, наверное. Но с точки зрения стримера тоже ты человека видишь. И вот только он с тобой говорит, ты сразу понимаешь, чё, куда всё стремится. Короче, это любой стример, который долго там... На Твиче тот поймёт. Другое дело, хочешь ли ты на это обращать внимание или нет. Поэтому как-то так. Он меня любит. И так абсолютно во всём. Начинает любви к простому народу, заканчивая семейными ценностями. А когда его призывают ответить за слова, то начинается магия переобывания. Либо жёлтая пресса вырвала из контекста. Когда думал, ай, жёлтая пресса. А сейчас понимаю, думаю, ага, это вон как может быть. А то и вовсе в нейросетях что-то намонтировали. Выдёргивание из контекста моих роликов, монтирование их в искусственном интеллекте. В общем, виноват может быть кто угодно, но не воин справедливости. И вся эта двойственность так и будет проявляться около Гривого, пока он не примет себя. Точнее тот факт, что ты не герой с плаката. Просто человек. Такой же, как и все. Понимаю, это сложно, но ты же советовал нам быть сильными, а не слабыми. Потому что сильные лучше, чем слабые. Я вот лично на всю жизнь запомнил. Со мной, если вы попадёте в кино, вы либо проиграете мне, либо будете такие же, либо лучше. Других вариантов не будет у вас. Ну гений, не иначе, реально. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете о новоиспечённой звезде отечественного кинематографа. Как вам его последние похождения? Вот этот удар охуевшего официанта, который заебал. Осуждающий смотреть, пока я тут всё к чертям разношу. Также ставьте лайк, если вам понравилось, и подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь. И подписывайтесь на Нальчик. Подписывайтесь на Нальчик. Нальчик.